Почему врачи не дают клятву Гиппократа? Не любите крапиву? Очень зря. Что такое психология денег? Всем привет! В эфире Универньюса в студии Карина Саяхова. 14 июля состоялось вручение дипломов выпускникам Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Как справлялись со сложностями последние шесть лет и чем хотят заниматься в будущем студенты, выясняла наш корреспондент. Совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины. Эти слова ежегодно произносят выпускники медицинских университетов по всей России. Они клянутся честно исполнять свой врачебный долг, быть всегда готовыми оказать медицинскую помощь и хранить врачебную тайну, несмотря ни на что. Накануне клятва прозвучала и из уст выпускников Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Целых шесть лет они днями и ночами изучали основы лечебного дела. Но это лишь капля в море. Врач – специалист, который учится всю жизнь. Помните, как Амар Хаям писал, что сорванный цветок должен быть подарен, значит и стих должен быть дописан. А любимая женщина должна быть счастливой, иначе зачем браться за дело, если ты не можешь довести его до конца. Так вот в медицине то же самое. Раз уж вы взялись за это дело, вы должны довести его до конца, а завершение в медицине – это быть суперпрофессионалом, специалистом своего дела. По статистике, одним из самых сложных направлений обучения является медицинское. Поскольку специалист, который выпускается из университета, несет ответственность за здоровье пациентов, изучить приходится множество важных аспектов. Несмотря на все сложности, все-таки мы уже сдали. Сложность – это, естественно, самый главный объем материала, который предстоит к изучению. Ну и ответственность профессии, в свою очередь. Легче со временем ничего не давалось. Легче было только, когда тебя поддерживает твоя семья, это твои одногруппники. Сложности были все, и психологические, и физические, и документы хотелось забрать, и диплом был не нужен. Но, тем не менее, я стою здесь и скоро получу свой диплом, значит, мы справились. В процессе обучения, помимо получения теоретических знаний, приходится также и практиковаться. Здесь многое зависит от оснащения вуза. В Институте фундаментальной медицины и биологии, к примеру, у студентов есть возможность практиковать навыки в симуляционном центре. Здесь создаются условия для воспроизведения различных клинических ситуаций, благодаря чему студенты и ординаторы учатся принимать решения как в штатных, так и нестандартных ситуациях. Также студенты регулярно проходят практику в медицинских учреждениях. Первоначально это сестринская практика, то есть только фактически ознакомительная с профессией врача. Дальше будет сестринская практика, где уже будет осваиваться навыки среднего медперсонала. И следующая уже врачебная практика заключается в помощи врачам поликлинического звена и врачам уже стационарного врача. Сейчас в руках этих студентов дипломы об окончании одного из лучших российских вузов. Впереди их ждет еще несколько ступеней, прежде чем их профессиональная мечта наконец сбудется. На это уйдут годы, но оно того стоит. Дальше мы поступаем в ординатуру, каждый уже выбирает свое направление. Я иду на ординатуру по терапии, надеюсь, поступлю. И далее отучусь на врача-гематолога уже. Планирую пойти, наверное, в кардиологию в ординатуру в будущем и работать врачом-кардиологом. Оглядываясь назад, каждый вспоминает бессонные ночи за изучением латыни, анатомии и других теоретических материалов. На протяжении всего обучения они были друг другу поддержкой и опорой. Не опускали руки только потому, что знали, зачем им это. Человеколюбие, желание помочь и сделать мир чуточку лучше, наверное, из-за этого. Ну и плюс, конечно, огромная поддержка родных, это друзья, родители. В моменты, когда ты уже чувствуешь, что сдаешься, их слова очень мотивируют идти дальше. Все равно остается была и есть и будет оставаться самой востребованной профессией, которая пригодится в любое время и в любой жизненной ситуации. Завершение первого этапа обучения для медиков происходит не тогда, когда выпускник получает диплом, а ровно в тот момент, когда он произносит слова «клятвы». Вопреки всеобщему мнению, это не «клятва Гиппократа». Люди почему-то думают, что все врачи дают именно «клятву Гиппократу». Но на самом деле у нас в России сдается «клятва российского врача». За последние 10 лет Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета смог войти в мировой рейтинг лучших медицинских вузов. В России он входит в топ-5. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз. На Земле растет около полусотни видов крапивы. В большинстве случаев люди привыкли избегать контактов с ней, и при виде этого растения сразу берутся за ножницы. Однако не все так однозначно. Крапива не только обладает полезными для организма свойствами, но и способна помочь при лечении многих видов болезней. О том, что из себя представляет это растение, расскажем в следующем сюжете. Крапива уже давно считается самым главным врагом садов и огородов из-за своей способности защищаться от прикосновений человека. Листья этого растения покрыты волосками, которые при очень близком рассмотрении по форме напоминают медицинские ампулы. Верхушка волоска острая, именно она впивается в кожу при тесном контакте. Так называемая ампула при этом ломается, а ее жидкосодержимое попадает на поверхность кожи. Оно содержит в себе гистамин и муравьиную кислоту. Последнее вызывает микроожог и покраснение, а гистамин, в свою очередь, желание почесать обожженное место. Несмотря на то, что это сорная трава, практически все ее части могут быть полезны в медицине, косметологии и даже кулинарии. Однако видов крапивы неимоверное множество. Очень тяжело с первого взгляда определить, какая из вариаций перед нами. Нужно знать, что крапива не одна, их тоже несколько видов крапивы. Ранней весной появляется крапива жгучая, и она однолетнее растение, и она самая богатая витаминами и липидами. Потом, больше всего распространена крапива двудомная, вот у нас она везде, и она может быть жгучей, а может быть не жгучей. То есть она может сжечься, не сжечься. Это зависит от условий произрастания у нее. В тени, например, не образуется много этих клеточек, которые жгут ее потом. Есть у нас еще крапива пикульно-листная, она вообще не жгучая. То есть у нее нет этих клеток стрекательных. То есть на самом деле не все так однозначно, как мы привыкли думать. Чтобы понять, почему крапива так быстро распространяется, следует обратиться к биологии. Природе всем растениям свойственен какой-то конкретный вид жизненной стратегии, благодаря которому оно существует и развивается. Есть так называемые конкуренты, которые плохо растут, но сразу после созревания очень тяжело выводятся с места своего обитания. Крапива же относится к тем видам, которые не стараются занять больше места, но очень быстро размножаются. Именно поэтому, если на вашем участке завелся такой вредитель, просто так от него не избавиться. Вот крапива, она относится к такому виду стратегии, который быстро распространяется, занимает. Но если здесь, вот там, где крапива, долгое время будет существовать фитоциноз ненарушенный, она там уйдет, она не сможет там долго жить. Поэтому нигде ни в лесу, ни в каком-то, где плотный покров, ни на лугу вы крапиву не встретите. Она только в нарушенных. То есть быстро и хорошо она размножается только в нарушенных местах обитания. Потому что это ее стратегия. Кроме того, сильная устойчивость к скосу у крапивы появилась за счет особенностей ее корневой системы. Она разветвленная и хорошо развитая. Помимо мощного центрального корня, растение снабжено множеством предаточных корешков, которые позволяют крапиве произрастать даже на скудных и тяжелых почвах. Также она обладает особым типом размножения – длиннокорневичным. С его помощью при скосе наземной части крапивы она находит в себе силы и может возобновлять рост до тех пор, пока не закончатся питательные вещества. Она размножается, так называемый длиннокорневичный у нее тип размножения, когда новые почки, новые побеги идут от корня. Вот такие виды растений, они легко захватывают нарушенные места обитания. Кстати, ландыш майский, вот к ним же относится, сныть к ним относится, пролестник, те вот, которые пырей для огородов, которые знакомые людям. Это растения, которые размножаются при помощи корневищ, они тяжело выводятся, потому что, когда вы их срываете, то корневище остается в земле и там новая почка возобновляется. Говоря о пользе крапивы, стоит упомянуть, что в ее составе присутствует хлорофилл. Он полезен для поддержания здоровья кишечника и желудка, оказывает стимулирующее и тонизирующее действие. Богата она и белком растительного происхождения. В 100 граммах растения содержится около 5 граммов белка. В крапиве также есть витамины А, В6, В9, В12, С, а также микроэлементы – кальций, серый, железо, медь и даже барий. Употреблять ее можно в разных видах – сырую, приготовленную, отварную. Во всех своих проявлениях она способствует насыщению организма витаминами. Она может употребляться в пищу в виде супов, салатов, ранняя крапива. Ей можно пить настои, отвары. Причем интересно, что, к примеру, действие свежего сока крапивы и действие отвара из листьев сушеной крапивы, они противоположные имеют тенденции. То есть свежая крапива, например, является хорошим средством для остановки кровотечения, то есть повышения свертываемости крови. И вот раньше такой способ был. То есть кашицу из крапивы свежие накладывали на рану, и рано быстро оставалось кровотечение. А сок, отвар из сушеной крапивы, он наоборот разжижает кровь, например. То есть уменьшает свертываемость крови. Таким образом, все негативные впечатления от крапивы стоит оставить в стороне, ведь ее польза по отношению к другим представителям флоры неоценима. Так что если вы в следующий раз увидите это растение на своем участке, не срезайте его, а лучше приготовьте из него полезное и полное витаминов блюдо. Появление денег в жизни человека считается большим достижением, однако правильно относиться к ним мало кто может. Что такое психология денег и как финансы влияют на нашу психику? Ответы на эти вопросы вы найдете в сюжете нашего корреспондента. В современном мире функции денег постепенно начинают переходить от сугубо экономических к социальным и психологическим. До определенного момента они выполняли функцию обозначения статуса подачи определенных социальных сигналов. Однако экономическая составляющая денег стала преобладать. Сейчас люди снова вернулись к тому, что наличие большого объема денежных средств вызывает у людей то чувство радости, то чувство тревоги. Дело в том, что существует психология финансов, психология денег как отдельная сфера в психологии. Она относительно недавно родилась, эта сфера. Иногда ее путают, говорят финансовая психология. Психология финансовая. Этот предмет преподается экономистам, преподается юристам. Если взять, например, общую психологию и направить все ее составляющие на такой объект, как деньги, возникнет такая большая наука психологии денег. Психология денег – наука комбинированная. С одной стороны, наличие денег и денежных отношений оказывает влияние на психологию экономического поведения человека. Обмен, потребление и прочие финансовые взаимоотношения вызывают многочисленные человеческие эмоции, мелкие и крупные конфликты, борьбу и даже войны. С другой стороны, психология человека, социальных групп воздействует на характер движения и использования денег. Например, порождение финансовой паники вследствие психологически обусловленного страха потери денег, ценных бумаг, имущества. Изучая денежную психологию, можно с легкостью понять, что происходит с психикой человека, когда он взаимодействует с финансами. Наш мозг устроен одинаково, однако работает у всех по-разному. Чтобы узнать, как человек ведет себя в ситуации, когда в его руках окажется большая сумма денег, нужно провести небольшую беседу. Поведение вокруг денег – это отдельная сфера. Это поведение во время оформления финансовых контрактов. Это поведение людей на биржах. Поведение людей, которые, по сути, решают часто нашу судьбу. Потому что им доверено, по сути дела, финансовое благосостояние нашей страны даже. Наверное, каждый из нас слышал поговорку «Хочешь потерять друга – дай ему в долг». Зачастую наши общения с людьми, с которыми у нас материальные взаимоотношения, меняются. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, психологи советуют не вступать с друзьями в финансовые перепалки. Вот если вы, например, интересуетесь психологией денег, это значит, для вас очень важно, как себя правильно вести во время финансового взаимодействия с клиентами, с друзьями, с различными родами субъектами, с которыми вы входите в финансовые отношения, например. Каким образом это взаимодействие может влиять на вас? Каким образом вот эта психология может влиять, в том числе и на финансовый успех, и на экономику, в конце концов? И в конце концов, если вы подойдете к любому экономисту, любой экономист вам скажет, что в основании финансового и экономического успеха лежит психология. В Центре психологии и финансовых отношений находятся деньги и человек. При этом важно знать, как деньги влияют на поведение отдельного человека, группы людей, и как отдельный человек влияет на функционирование денежной массы внутри страны и за ее пределами с другой. Адалина Абдрахманова, Арида Хитоглы, Универньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok